Больше тысячи взрослых и маленьких барнаульцев и гостей города приняли участие в забегах юбилейного зеленого марафона Сбера. Он проходил в минувшие выходные в парке Изумрудный, как и еще в 59 городах страны. На праздники спорта побывал наш корреспондент Валентина Аскерова. Получили порядковый номер и начали готовиться к забегу. Для опытных бегунов 4 с небольшим километра – обычная пробежка. Для новичков – тест на выносливость и силу воли. Бег – это как будто, знаете, своего рода медитация. То есть ты бежишь, о чем-то своем задумываешься и абсолютно не устаешь. Когда бежите, какие ощущения возникают? Ну, первое время, когда бежишь, ну, особо никаких ощущений нет. Просто бежишь, 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 потом начинаешь уставать, а потом уже открывается вот это второе дыхание, и ты себя чувствуешь просто нереально круто. Ну, появляются какие-то классные силы, ты можешь бежать, бежать, бежать. Мы занимаемся бегом, также наша работа тоже предоставляет нам такую возможность. Мы работаем в главном управлении Федеральной службы судебных приставов. Это для нас большая честь – посетить это мероприятие и поучаствовать, так как мы постоянно закаляемся и профессиональные навыки закаляем. Поэтому для нас это очередная возможность подготовиться и подготовиться к сдаче на зеленый билет. Кроме основной дистанции, на 4,2 километра состоялся детский забег. На старт смогли выйти участники по скандинавской ходьбе. Больше тысячи участников зарегистрировались на забеге марафона. Всего к празднику присоединились свыше 4 тысяч человек – участников забегов и болельщиков. Параллельно со стартами в парке работали фотозоны, развлекательные площадки. Дети собирали пазлы, гадали ребусы и получали за это памятные призы. И скучно было и взрослым болельщикам. Эко-активисты знакомили их с раздельным сбором мусора. Вот здесь внутри фольга, она не перерабатывается. В рамках эко-акции собрали около 50 килограммов макулатуры, 20 килограммов стекла и 7 килограммов пластика. Эко-просвещение – очень важный момент в системе образования, в принципе, как таковой, в системе экологии, потому что наш народ очень мало знает о том, что можно сортировать мусор, то, что его можно разделять, не просто выкидывать мусор в мусорку возле дома, но и о том, что у нас в городе есть и существует такая система, куда можно сдать. Вот такими мероприятиями мы привлекаем народ, рассказываем о том, что есть, можно, это уже делается. В парке Изумрудный в этот день в рамках марафона высадили саженцы рябины и можжевельника. Организаторы «Зеленого марафона» отмечают, что цель мероприятия не только в популяризации здорового образа жизни, но и благотворительности. Участники праздника могли внести пожертвования в пользу детей с особенностями развития и детей-сирот. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.